и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала это маленький бонус маленький бонус для вас чтобы рассказать что же произошло с моей базы как видите я начал переобразовывать переобразовывать преобразовывать в металл и у меня практически получилось я вчера поленился чтобы зайти и все это сделала сделать возможно если пеп не поленился у меня вне бомбанули а возможно потратили бы намного больше бы ракет до взрывали меня ракетами это понятное дело и езжу так как такой сплэш можно сделать только ракетами двойной потолок частично но я двойной потолок не доделал так как я жопа ленивый и меня уже от арка тошнила вот а сейчас dark and light я потихонечку отдыхаю и конечно же как видите на бодрячке собственно зашел я доделать свое дело и ну и смотрю так окей зарядили ну думаю ну что поделать зарядили так зарядили чё мне жалко что ли зарядите ради бога как видите пушечки стоят на месте и все как бы хорошо да пустые разрядились по 95 там пуль был х и разрядили полностью их всех да ну может быть и пули сперли я не знаю но в общем разрядились и разрядились давайте посчитаем ущерб чтобы сломать один металлический один каменный потолок вроде нужно три ракеты три ракеты три ракеты три ракеты три ракеты но не факт каменное перекрытие в общем ракета а именно реактивная граната у каменных построек наносит 4600 короче без 64600 так вот чтобы отнять 10000 это нужно запустить три ракеты я думаю не запускать здесь четыре ракеты так как видите она немножечко сплэшем цепляла еще дополнительно чтобы я думаю спустить ки царя ну надо же как-то выбираться отсюда вот прилетели они думаю на ки царя кстати да видите ворота я поставил вокруг вокруг у меня стоит бегемота чтобы не добрались к стене поэтому я решил грейдить надо потолок но как видите немножко не получалось кстати если вы не догадались для чего же я это все таки делаю но я же когда-нибудь вернусь сюда зачем нет по новой строить все я вернусь сюда восстановлю свой домичек и буду продолжать выживание это будет потом когда я черта бери отдохну так вот давайте считать 4 ракета не потратил на потолок молодцы ребятки кстати спасибо вам чуваки меня зарядили кстати викинги 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 даже не жалко в общем зарядили меня викингс викингс да есть правильно викинги викингс викингс ну в общем сам ривас меня в общем на левел 72 а у меня у был 73 короче такие бомжи бомжи реддит суть в чем туда 4 как вы прекрасно помните у меня стоят двойные состояли двойные двери я специально не стал делать что-то дополнительные стены двойные так далее я знал что пойдут через дверь ну прикиньте ломать 10000 у стены у дверного проема и либо у стены либо же сломать 6000 у дверного у двери поэтому у меня стояла двойная дверь да я мучился с открытием закрытиями но честно когда я увидел когда за что зарядили мою дверь я честно говоря обрадовался я просто-напросто был счастлив и полез по-быстрому в вики посмотреть сколько же они потратили ракет черт побери 13 1 чертова дверь требует 13 мать его ракет я пользуюсь википедией поэтому как бы уж не судите меня строго 13 мать его ракет у меня две двери 26 короче 30 ракет они мне потратили молодцы ребята молодцы потратили ну конечно да они мне сломали холодильник сломали генератор сломали все шкафы кстати цементную пасту вообще не тронули сперли металл сволочи конечно сволочи я вроде бы металл поставил плавить и а что-то зависло все о откатило я задумался а я металл то вроде не ставил я вроде бы его весь потратил на потолок а потом не лень было идти лута точно даже металл не было вот это короче им подстава полная да 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 вот я 18 металла как было так осталось как видите я себе сделал уже потолочки я сделал себе стеночки стеночки конечно же надо чинить восстанавливаем стеночки а почему бы нет а вот кто еще зарайдит и брать тут уже нечего но практически ничего вот такие вот дела в пеньке эх какой я добрый человек самое главное рыдите меня ребятки рыдите и мнение жалко надо в потолочке то замените тихо 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 отделок не убили это хорошо это молодцы я думаю все таки я потом заменю себе все на камень от я камень весь на металл я заменю вот все таки нужно нужно доделать свою коробочку на лут как таковой я хранить не буду кстати да я анкилку вытащил чтобы лутать металл вы понимаете что это нужно я столько металла не задел и кстати да как видите я просто по кругу сделал металлический фундаментом в центре а зачем мне в центре улучшать если в это мой просто тупо пол вот я решил не заморачиваться и как видите цель была оправдана заменил ворота полностью все хорошо кстати мой плот не зарыдили да я собственно на нем заспавнился все просто замечательно викинги и викингами но кодекс война у них был в этом плане так что они меня сильно не бомбили так сказать решили не бомбить до конца и молодцы знаете все таки вот таких противников стоит уважать которые не просто типа и все сносят подряд а реально такие прям знаете с неким кодексом что так ну ка лео камешек собрал круто опять ко мне по одному собирается ночью за подстава а погоди наверно открыть надо вот теперь все правильно вот она вот они хотя бы такие дверки поставлю пущий буду кстати да из кормушки вообще ничего не вытащили вот за это им тоже спасибочки у меня они хотя бы не голодали мои питомчики вообще здорово все реально такие какие-то прям знаете люди так рубин гуды какие-то знаете вроде как бы зарейдили а с другой стороны и все осталось на своих местах печки не ломали ничего не ломали другие бы все сломали убежали даже пушки оставили пушки оставили ёкарный бабай прикиньте пушки оставили ну как бы пушек металку 0 поэтому можно их разрушить их все равно кто-нибудь да разрушит вся проблема то кстати чего о чем из-за чего я это сделал снимаю потратили то не дофига еще если в 30 ракет посчитать ну конечно можете на вики залезть и сами посчитать ну это примерно тысяча восемь о тысяча двести металла пороха полимера это примерно полимера три сотки немного конечно но знаете заморочка счета их достать слитков металла тоже примерно так же три шестьсот цементной пасты шестьсот от 360 слитков металла цементной пасты 600 кристалла 300 по факту немного 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 потратили да чёрт побери я счастлив а кстати сюда они еще одну ракетку запустили так как видите все внутри разбомблено нафиг чертям собачьим и они решили и открыли все все шкафчики открыли а там ничего нету по факту они даже ничего и не стали брать-то значит там еще пару потолков они по 35 требуют вот так что как видите домик мой продолжает жить для чего я решил его сделать ну во первых да я диспавлю а нет не полностью не спаллю но сейчас расскажу во первых я диспавлю своих питомцев то есть я их загружаю в луч они считают это самый гуманый способ который я придумал во вторых там на острове недалеко на острове есть персонаж анны не знаю девушка мужик но точно могу сказать что это русскоязычный не факт что русский просто русскоязычный суть в том что я подарил ей ну назовем ей все-таки персонаж женский был на спрайт женский поэтому варим как есть подарил ей птера своего маленького большой за диспавнился подарил маленького успел выгрузить на последних секундах грубо говоря на последних минутах и подарил и этого птера переименовали и назвали молния по-английски английскими буквами но назвали молния и я понял что это русскоязычное и честно было не жалко вот собственно анкилку я выгрузил подарил я кстати за того что анкилку загрузил себе и выгрузил и смотрю бежит за мной но я шпоникс и ваншот да такие вот дела вот и собственно решил что хотя бы так подарю птерчики у меня хорошего у меня всегда хорошие птерчики раскачетная 500 вес 500 выносливость почти 500 здоровичка этого вполне будет достаточно чтобы нормально выживать и жить тем более стал качать вес вот собственно что что дальше на этом уже пожалуй все потому что что хотел рассказать я рассказал вы теперь прекрасно знаете да я все-таки если я вернусь на выживалку я вернусь на этот сервер и суть то в чем дело почему и откат или завис он ну да ладно самое главное я вам все рассказал и сейчас самое главное что я все показал и сейчас все расскажу наверно сервер просто вылетел суть дело в чем я очень надеюсь что сейчас записываются и давай же разлагайся ты говно кусок кстати в арке настолько в арк настолько оптимизированная игра просто я кайфую построение с dark and light где не важно максималку включишь или минималку там везде а наконец-то просто вылезть сервера неважно где-то максималка минималка там сидит 20 fps здесь же реально кайф ты ощущаешь просто насколько люди работают над игрой суть в чем для чего я хочу улучшить свой дом но смотрите сами сейчас у меня есть динозавры антилка у меня сейчас есть плот я могу сгонять но лутать металл переплавить у меня печки стоят все сделать цементной пасты ты фига пошел все починил все сделал стоит домик замечательно когда я приду сюда сто процентов не будет пару бегемотов я прям в этом уверен хотя бы один бегемот у меня точно взорвут взорвут в главные ворота я прям в этом уверен либо взорвут основу вот взорвут вот это вот от дверьки опять вот эту маленькую халуп будет вам ты заходить на этот раз там уже внутрь внутри вообще ничего не будет кроме а ну то есть я буду весь лучше расхранить в станке соответственно шкафов ничего там не будет и все плохо чувакам вообще конкретно не повезет потратит дофига толку будет нифига вот и собственно суть в чем я захожу как говорится лутая немножко ресурсов возможно я уже буду не один возможно уже буду страйбом я все-таки думаю все еще раз и вернусь уже когда наберу людей и начнем уже с дома который будет в себе хранить а то есть будет у него возможность хранить большое количество динозавров хранить я могу там немалое количество динозавров также будет место уже под то есть какая-то основа будет под лутальню и так далее возможно я реализую сразу же свою задумку об офигенском доме если я эту задумку реализовал они бы потратили бы раз десять наверно больше ракет и ничего не получили это было бы вообще край ну слишком я устал уже от официалки вот в общем меня зарейдили но я не отчаиваюсь я восстановлю свой домик в свободное время и и пойду отдыхать от артам пока что пока что я играю dark and light если вам нравится мое творчество нравится мои шутки нравится то как я снимаю ролики и так далее то приходите будем проходить dark and light вместе я не развивают как все люди dark and light как обычный survival я играю в нее как в мморпг уже там дома нету но я выживаю и дерусь с монстрами до проходим квесты и все хорошо смотрим игру и я надеюсь вам она понравится также как арк поэтому поэтому на арк я пока что забиваю по-другому это не назвать и примерно осенью это уже сто процентов я вернусь фарк возможно после релиза 8 августа игра выйдет вылезет из бета альфа что-то там короче и уже выйдет в релиз и наконец-то мир увидит арк таким каким они хотят хотели его сделать изначально поэтому возможно именно тогда я и вернусь не обещаю возможность середине августа возможно в конце августа возможно с первого сентября начну но 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 кстати скоро уже будет год как я купил прикольно в начале августа будет кстати или уж до начале августа вот в общем там будет видно там будет видно арку я обязательно вернусь так что народ не переживайте все будет просто замечательно и обязательно все будет кстати вот руководство ни разу не залазил если честно если честно и вот руководство сейчас первый раз нажал хотел нажать автора зачем я руководство нажал в общем как я уже сказал к этому обязательно всему вернемся кстати если в что часть разработчик такси компания которая участвовала при разработке арка создавала а участвовала при разработке dark and light а и citizen это новая игрушка скоро выйдет тоже но там конкретно прям про магию так что народ в общем я не отчаиваюсь вы не отчаивайтесь если хотите видеть только арт ждите ждите арк обязательно будет если вам нравится то что я делаю в целом приходите на мои видео по dark light у приходите на мои стримы будем общаться и видишь я именно так и наберу команду потому что зачем мне в команде те люди которые вообще не смотрят мои видосы вот что-то типа того короче поэтому народ все на этом все всем удачи всем пока все счастливы добра всем пока